Добрый день, уважаемые коллеги и все другие посетители блога. Меня зовут Дмитрий Дмитриевич Глухачёв, я работаю педиатром на скорой помощи. И сегодня я хотел бы рассказать вам о диагностике кори на догоспитальном этапе. Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, тем, что в популяции ПИОС большая прослойка не вакцинирована от кори населения. Отсюда стали нередкими случаями заболевания взрослых, этой когда-то редкой и, казалось бы, детской инфекцией. А с другой стороны, многие врачи с корью не встречались вообще или давно ее не видели, а это, к сожалению, может привести к неправильной интерпретации ситуации, к неправильной постановке диагноза и госпитализации больного корью в неинфекционный стационар. С последующими санэпид-мероприятиями для всех контактных сотрудников больниц. Итак, кори – это острая вирусная инфекция, которая передается от человека человеку. Это антропонос. Передается она воздушно-капельным путем. Вирус очень летучий, может перелетать с этажа на этаж по вентиляционному трубу. Маску носить при работе с больным надо, так как болезнь дозозависима. В маске получим меньше вируса. То есть, чем больше вирусных частиц вы получите от больного человека, тем выше вероятность заболеть и выше тяжесть течения болезни. Дистанция полтора метра от больного, которая считается безопасной при ковиде, в случае с корью не работает. Инкубационный период – от 9 до 17 дней. Привитые могут заболеть и позже, где-то на 21 день. Первые 8 дней после контакта человек считается незаразным и не соблюдает карантин. Заразным человек становится за 1-2 дня до появления первых симптомов. Собственный смысл карантина в том, чтобы поймать эти первые дни, чтобы еще внешне здоровый человек не успел перезаражать массу народа. Клиническая картина, как правило, бурная, как ураган. Больного ребенка лихорадит до 40 градусов и выше. Индоксикация в виде вялости, слабости, нарушения сна и аппетита нарастают к ужасу матери этого ребенка, как снежный ком. Могут быть рвоты, могут, могут быть судороги, могут. Головная боль, лицо отечное, глаза красные, то есть развивается конъюнктивит. Светобоязнь. Тут же и катаральные явления нарастают. Из носа течет, горло болит, кашли грубые, лающие. И весь этот ромагеддон еще до появления сыпи. Сыпь появится только на 3-4 день. Но легче не станет. Вот по сыпи хотелось бы поговорить отдельно. Тут врач может как диагност развернуться. Сыпь пятница популезная. Помним, что папула – это пятно, которое немножко припухает плюс ткань на дуркнем коже. Есть тенденции к склеянию элементов сыпи. Кожный суд может быть, может не быть. Главное – это стадийность. Стадийность высыпаний. Классически в первый день сыпь на лице, шеи, воротниковая зона, плечевой пояс, грудь. На второй день – туловище, плечи, бедра. На третий день – голени, предплечья, ладони, стопы. И вишенкой на этом диагностическом торте будут пятна филатого коплика. Наслизистый щек за малыми малярами в виде белосерых пятен по типу манной крупы. Наличие этих пятен при прочих равных условиях позволит поставить диагноз корь без лабораторного подтверждения, просто по клинической картине. На четвертый и пятый день в сыпи наступает пигментация элементов, и больной с пятого дня высыпаний считается уже не заразным. Что делать врачу скорой помощи? Для постановки диагноза важен еще и эпидемиологический анамнез. Если, условно говоря, в коллективе больного, например, в школе или в детском саду, есть карантин по коре, а у вашего пациента еще нет сыпи, а только температура, то карантин или контакт по коре надо отражать в диагнозе и настаивать на госпитализации с рабочим диагнозом ОРВИ от такого-то числа, карантин или контакт по коре от такого-то. Допустим, эпидемиологический анамнез спокоен. Катаральное явление температуры и сыпь уже есть. Но сыпь с непонятной стадийностью, четкой уверенностью, что это коре нет. Госпитализируйте в инфекционный стационар с рабочим диагнозом, например, ОРВИ, аллергодерматит. Но в своих подозрениях насчет возможной кори надо поставить в известность и пациента, и врача приемного покоя. Что делать, если больной отказывается госпитализироваться? Подозрений на кори есть, а пятен филатового комплека еще нет. Ну вот, например, у нас в частной скорой помощи возможности пошире, чем в городской. И если оставляем пациента сомнительного дома по диагнозу, мы широко используем лабораторную диагностику. В частности, клинический анализ крови, который при коре будет выглядеть, как чаще всего лейкопения с лимфо- и моноцитозом, поможет дифференцировать коре от бактериальных инфекций, которые сопровождаются сыпью. В частности, от незаслуженно забытого псевдотуберкулеза, симптом капюшона, при котором можно легко перепутать с первым днем начала высыпания при коре. На четвертый день сыпи уже появляется иммуноглобулин М. Если встречаемся с пациентом в этот период, мы, соответственно, можем взять у него кровь на сирологию, и наличие в крови этого иммуноглобулина является абсолютным подтверждением диагноза. Обязательно берем отказ. Отказ от госпитализации в письменном виде. При подозрении на корь нужно настаивать на госпитализации с целью предотвращения распространения инфекции. Но поскольку корь не относится к особо опасным инфекциям, насильно госпитализировать мы пациента не можем. Оставляем больного дома под наблюдением участкового врача. В выписке указываем рабочий диагноз ОРВИ-аллергодерматит. Но чтобы задать участковому правильный вектор, оставляем выписку из карты вызова, в которой в рекомендациях, в том числе, кроме симптоматической терапии, обязательно надо написать, что сдать кровь на антитела к вирусу кори на четвертый день высыпаний. Ни в коем случае пациент с подозрениями на корь не должен сам идти в поликлинику или в лабораторию, сдавать анализы. Это очень заразная история. Только визит лаборанта или процедурной медсестры на дом. В плане лечения возможности врача с корой невеликим. Специфических противовирусных препаратов от кори нет. Впрочем, у меня был случай, когда пациент с корей заметно улучшился на фоне приема изопринозина. Но позже выяснилось, что у него корь протековала сочетание с вирусом гель-посушистого типа, на который изопринозин точно действует. Так что на вирус кори рекомендовать его пока нет достаточных оснований. Стандарты рекомендуют исключительно симптоматическую терапию для лечения. Но если выходить за эти рамки, однократная инъекция преднизолона из расчета 2 мг на килограмм, но не более 60 мг, за счет своего мощного противоспалительного, противотечного эффекта, значительно облегчает течение катарального периода. Но надо быть абсолютно уверенным, что тут нет никаких бактериальных сложений, при которых преднизолон точно не показан, нет располансированного сахарного диабета и прочих противопоказаний. Кроме того, инфузионная терапия с целью снижения интоксикации, поляризующая смесь или ремберин тоже значительно облегчает течение заболевания. Главная мысль, дорогие коллеги, которую я хотел бы донести до вас, врач скорой помощи должен выработать тактику введения кори и подозревать ее, чтобы, с одной стороны, не завести случайно кори в чистый стационар, а с другой не заниматься гипердиагностикой с последующим огромным количеством лишних и дорогостоящих санэпидомероприятий. Помимо этого, не стоит забывать про преемственность в работе с коллегами, с участковым врачом, с эпид-бюро, с дежурным врачом приема покоя. Тогда все трудности диагностики можно решать коллегиально. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин